У меня в руках документ, на появление которого горожане обратили не слишком много внимания. Во всяком случае, на первое публичное обсуждение пришел всего один человек. Между тем, речь идет о семилетнем плане развития города. На заседании городской думы после бурных дискуссий депутаты утвердили программу развития города на 2014-2020 годы. Сейчас свое мнение должны высказать министерство. Во время обсуждения говорили о том, что горожане недостаточно информированы о программе под названием «Мой город – Даугавпилс». На основании этого документа мы будем разрабатывать различные проекты, будем ориентироваться на этот документ и в городских бюджетах. Поэтому этот документ, который мы, особенно его инвестиционный план, должен быть известен как можно большему количеству горожан. Горожане должны знать, что мы собираемся в ближайшее время и в какое время построить, создать, реновировать, что мы хотим с вами изменить. И, скажем, учитывая специфику нашего города, надо позаботиться. Я думаю, я считаю, что это обязанность думы, чтобы этот документ был по возможности доступен, в принципе, на любом языке всем. Для людей старого поколения, которые мы знаем, очень общественно активны и неравнодушны к любым процессам в городе, надо обеспечить перевод его на русский язык. В программе детально проанализирована сегодняшняя ситуация в городе. От состояния природных ресурсов и динамики снижения городского населения до характеристики предприятий и инфраструктуры. Скажем честно, данные не слишком радуют. Население уменьшается на 2% в год. Сейчас, по официальным данным, в городе 89 тысяч жителей. На двух человек трудоспособного возраста приходится один линейонер. А вывод таков. Если хотим выжить, должны действовать и сделать так, чтобы из города не уезжали, а приезжали сюда. На это и нацелена программа «Мой город» Далга спроса. Далга спроса. Одесский гадапазинец составляет план действий на 4 года, как его выбрали, и кончает долгосрочными программами развития до 30 лет, на период до 30 лет для нужд нашего города и региона. Конечно, должны иметься видения, куда мы идем, как мы будем привлекать средства. И, конечно, эти документы должны корректироваться. Потому что сегодняшняя программа, которая была, она еще не закончила свой срок действия, но жизнь идет вперед, что-то сделано, где-то может быть сделано больше, где-то надо поменять приоритеты. И поэтому не только разрабатывается новая программа развития, но и корректируется сегодня существующая. План действий составлен на ближайшие 7 лет, а план инвестиций на 3 года. Какие объекты, в какие сроки и за какие деньги в городе нужно построить, отремонтировать, создать, благоустроить? По инвестиционному плану предусмотрено серьезное улучшение городской инфраструктуры. К примеру, ремонт улиц, реконструкция теплосетей, реконструкция и расширение системы водоснабжения и канализации, проект нового транспортного узла, создание индустриального парка и многое другое. Например, много говорят о привлечении инвесторов. А на деле, что город может предложить серьезному предпринимателю? Полуразрушенная цеха завода «Химволокно», которая к тому же находится в частных руках, Нужна промышленная зона с готовой инфраструктурой. И такой проект в отделе развития разработан, утвержден, уже начинаются строительные работы первого этапа. Это первый пилотный проект в Латвии, то есть развитие индустриальных зон. Предусматривает проект замену асфальтного покрытия и замену инфраструктуры, которая находится под дорогой. На чьи средства и сколько этих средств предусмотрено? На данный момент у нас отнесенные затраты составляют порядка 3 миллионов лат. Из них 2,4 миллиона нам дает РАФ. Цель-то, наверное, привлечения инвесторов. А чем мы привлечем их? Целей здесь по проекту две. Во-первых, несмотря на разрушенные здания, на данной территории, которая составляет 60 гектаров, находятся 19 из предприятий. Непосредственно в ходе нашего проекта 12 из этих предприятий ощутят какую-то выгоду. И 10 из них это производственные предприятия. В общем числе здесь, на этой территории, трудоустроено порядка 1200 человек. Поэтому здесь речь идет о том, что мы заменяем инфраструктуру как существующим предприятиям, так и повышаем инвестиционную привлекательность данных территорий. Потому что данные территории, сети здесь достаточно устаревшие, они 60-х годов, поэтому свой ресурс они уже исчерпали. Конечно, Даугавпилс был и останется прежде всего промышленным центром. Но план развития нужен еще и для того, чтобы четко указать вектор, какое производство мы хотим видеть на своей территории, а какое нет. Ведь порой инвесторы преследуют такую цель – разместить подальше от своего дома экологически вредное производство. Но ждем мы тех, кто готов привести современные технологии и выпускать наукоемкие изделия. Пришли к выводу, что должны двигаться по направлению развития IT-технологий, экотуризма, туризма, образования, но и производство. Но производство достаточно такая обширная тема, но хочется подчеркнуть, что было бы, наверное, правильнее и выгоднее использовать такую терминологию, как металлообработка. Сейчас мы в новом бюджете 2014 года пытаемся заложить, я думаю, что у нас все получится, деньги на разработку технических проектов. Это касается, если говорить о спорте, о культуре, о промышленности. То есть мы будем разрабатывать эти технические проекты, что нам в будущем даст возможность более успешно участвовать в каких-либо европейских проектов. Все европейские проекты мы сейчас не видим, потому что новый период планирования, да, еще идет обсуждение с Брюсселем, с Евросоюзом. Но 2014 год уже не за горами, поэтому мы более подробно уже будем видеть всю информацию. И хочу подчеркнуть, в любом случае, когда у нас будут эти технические проекты, мы будем более конкурентоспособны с теми же городами, как Венспов, Рига и так далее. Каким бы вы хотели видеть город в 2020 году? Что будем строить в первую очередь для улучшения городской среды? В Даугавпилсе любой новый проект вызывает прежде всего протест. Не надо нам этого. Так было и с Людовым дворцом, и с Олимпийским центром, и с центром Ротка. А сегодня депутаты спорят о том, что нужнее городу – легкоатлетический стадион или аквапарк. Я, во-первых, даже, может быть, как мама двух детей, хочу сказать, что мне не хватает некого развлекательного центра, в котором я могла бы отвезти детей. Но это, наверное, не первых, а во-вторых. А в первых, что я считаю, что это будет развлекательный центр, который будет интересен для горожан. Он привлечет сюда, скажем, туристов близлежащих районов, городов, может быть, даже Литвы, Эстонии. А в-третьих, это рабочие места. Аквапарк, вы знаете, тоже хорошо, но в любом случае это должен быть, наверное, частный инвестор. То есть мы можем, я не отрицаю этого, мы можем помогать в этом направлении двигаться, но все-таки было бы, наверное, правильно, чтобы это был частный инвестор. Потому что вешать такой проект на плечи самопроверения в данный момент, пока, наверное, все-таки даже опасно. Но есть идеи, которые не вызывают сомнения. Например, абсолютное большинство горожан за то, чтобы в городе было больше велодорожек, чтобы на двухколезном транспорте можно было проехать из одного микрорайона в другой. Конечно, за здоровый образ жизни мы, я думаю, что все за, но с другой стороны, конечно, было бы неплохо, чтобы один человек на велосипеде мог бы, допустим, с погулянки проехать в стропы. Мы по этому направлению двигаемся. Сейчас у нас создана уже карта, где уже отмечены все велодорожки и где они будут. Я думаю, что в скором будущем жители могут увидеть на нашем Дагопилском сайте эту карту. И по мере возможности, когда у нас будут идти дальнейшие вот эти вот дорожные проекты, там, конечно, мы будем включать все велодорожки и дальше. Потому что раньше, конечно, этого не было сделано, потому что относились, наверное, все-таки к этой идее достаточно не так позитивно, как сейчас. Сейчас необходимо это делать. Но развитие города связано не только с материальными объектами. К примеру, для любого жителя Латвии Сигулда это оперный фестиваль. Елгова – фестиваль ледовых скульптур. Лепая – музыкальные праздники. А каким значимым для всей страны культурным событием прославился Дагопилс? Чем заинтересуем туристов? Мы создаем эту культурную комиссию, чтобы она тоже немножко помогла разобраться в этом вопросе. Я думаю, что нам нужен один какой-то глобальный, так сказать, акцент, удар. Пускай это будет. Но, мое понимание, это может быть музыка с маслом, музыка с фестивалем Дагопилс Рестарт, который будет ассоциироваться и с марком Ротко, и с крепостью. Чтобы он был связан с эти три в единое тогда, потому что какие-то вещи надо в крепости устраивать. Потому что сегодня ассоциация у нас только Дагопилс, если брать только марка Ротко Центрс. Это все хорошо, но это может быть немножко все-таки узко. А сейчас в Европе и вот сейчас в Риге эта ассоциация, которая создается в фестивале, там все-таки акцент на какие-то вещи, которые более ежегодные, какие-то акции. Не просто вот Центр Ротко, это очень хорошо, но этот Центр там каждый день заходит, уходит, а есть такие фестивальные какие-то вещи. Пускай, может быть, я ошибаюсь, пускай это будет другой фестиваль. Не важно, как мы его назовем, это один какой-то удар каждый год. У мэра Дагопилса Яниса Лачплесеца свой взгляд на перспективы развития города. Он убежден, что нам нужна большая стройка, такой объект, который всколыхнул бы весь регион, дал новый импульс. А если смотреть на перспективу там уже лет 10-20, да, перспективы, то все-таки главные стратегические объекты, которые есть, это, на мой взгляд, надо работать над тем, чтобы мы не только имели перспективу, но и нашли бы пути решения все-таки таких объектов, как аэропорт и строительство, на мой взгляд, Дагопилского газа. Любой врач подтвердит, тот человек, который верит в выздоровление, строит планы на будущее, поправляется быстрее. Здоровье нашего города зависит от отношения к нему жителей. Вот, например, вопрос. Где в Дагопилсе должны быть новые детские площадки и какими вы хотите их видеть? Свои предложения присылайте и переносите в информационное бюро Дагопилской городской думы. Ведь программа развития недаром называется «Мой город Дагопилс». Что задумаем, то и будет. Редактор субтитров А.Семкин